Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Этот донный хищник предпочитает реки с сильным и умеренным течением с относительно холодными водами. Конечно, речь идет о налиме. Стоянки налима могут быть на ровных твердых донных грунтах песчаного и глинистого состава, и при этом рядом обязательно должны присутствовать обрывы или глубокие рвы, с возможностью укрытия хищника в норах или естественных гротах. Весной продолжают ловить на живца, используя ершей и пескария. Для этого чаще всего применяют донку с поводками. Также, помимо живца на донку, цепляют лягушек или пучок червей. В марте в меню хищника входят и мертвые насадки с кровоточащей составляющей, например, печень. Крючки применяют одинарные, с длинным цевьем, подходящие на мера крючков от 12 до 14. После насаживания на живки производят заброс оснастки в перспективную точку лова и ставят удилище на рогульку, при этом оснащая звуковым сигнализатором. Поклевки налимы инертны и в большинстве случаев малозаметны. Взяв насадку, рыба остается заглатывать ее на месте, а заглотив, ложится на дно и замирает. Время такого спокойствия может тянуться часами, и рыболов, лишь проверяя наживку, обнаруживает уже имеющийся в активе трофей с глубоко проглоченным крючком. Многие рыболовы предпочитают ловить налима именно в марте, так как в это время налима активно питается и восстанавливает силы после нереста. Морозные дни в марте являются сигналом к удачному клеву налима. В марте также используют спиннинговое удилище для ловли налима, что более предпочтительно и добычливо в плане уловов. Не забывайте делать медленную проводку, ведь налим не щука и не будет гоняться со скоростью света за вашей приманкой. Также в марте улучшается ночная ловля налима на донной удочке со льда. Нередко можно поймать эту рыбу в дневные часы. Налима подходит ближе к берегам, предпочитая глубокие закоряженные места с галичным песчаным дном. Для выбора места ловли важным фактором является присутствие кислорода. Налим любит свежую и холодную воду. Водоемы с небыстрым течением и прохладной водой – это лучшие места для рыбалки. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok